Давайте сейчас по порядку я про Евгения расскажу вам поподробнее в визитной карточке, почитаю. Ты меня потом поправишь, если я в чем-то ошибся, а вы фотографии внимательно посмотрите, друзья мои. Поехали. Итак, Евгений Дудальев родился 11 июля 1957 года в Москве. Окончил математический факультет Московского педагогического института имени Ленина. Получил степень MBA, магистр бизнес-администрирования в США. Начинал журналистскую карьеру в качестве корреспондента московского комсомольца. Вместе с Юлианом Семеновым создавал бюллетень «Совершенно секретно». Работал в молодежной редакции Центрального телевидения СССР. Был одним из ведущих программы «Взгляд». Вел авторские программы, мы сегодня об этом говорили, на «Москве-24» продолжает вести «Важная персона», «Правда-24» ведущий программы «Семейный альбом» на канале «Россия». В качестве главного редактора руководил газетами «Новый взгляд» и «Московская комсомолка», деловыми изданиями «Компания» и «Карьера». Был исполнительным директором издательского дома Романова. Является соучредителем и владельцем издательского дома «Новый взгляд». Колумнист газеты «Московский комсомолец» и журнала «Однако». Член творческих союзов России, журналистов, литераторов и писателей. И Американская организация «Комитет защита журналистов». Автор книг «Битлы перестройки», Влад Листьев «Пристрастный реквием», «Красная дюжина крах СССР». Они были против и других книг. Ну, все книги я здесь не называю, но вот, пожалуй, главную уже вам назвал и показал. «Мушкетеры. Перестройки. Взгляд. Тридцать лет спустя». Вот такая книга, мы сегодня не будем подробно говорить. По традиции, Евгений, в начале нашей программы, спасибо за чай, который ты мне любезно добил, пока я читал визитную карточку. И тебе тоже молодец. Обычно я это делаю, но сегодня не получилось за кадром прочитать визитную карточку. По старинке прочитал это в кадре. 617-5197. Евгению Додолеву любые свои вопросы можете задавать, связанные со взглядом, не со взглядом. Обо всем поговорим. С той самой золотой молодежи, про которую я вначале говорил, представляет тебя. Верно, да? Ощущал себя представительным? Нет, это все-таки очень относительно. У меня папа стал писателем уже, когда я был в таком студенческом возрасте. Перед детством у меня было совершенно голодное. Никакой золотой молодежи не было. То есть, в общем, там ходил по гостям к одноклассникам, чтобы кто-нибудь из... Покормил. Мамаш, да, покормил. Так что это все из обуви были одни кеды на все времена год. Просто зимой надевалось 10 носков, а летом на боссу много. Так что за счет золотой молодежи это... Когда все изменилось в своей жизни? Ну, когда папа стал писателем, потому что писатели в Советском Союзе, это был, в общем, класс такой материально обеспеченный. В общем, он достаточно много издавался. То есть, когда он стал писателем, уже вот там и машины появились, и вот все эти видеомонитофоны, все эти атрибуты золотомолодежные. Я по поводу представления. Все-таки насчет ведущего взгляда. Я считаю, что взгляда все-таки был квинтет ведущих. То есть, первая тройка. Захаров, Листьев, Любимов и тандем. Буховский ты еще был, помнишь, в начале? Ну, Олег, он в два эфира все провел. Да, потом понял, что дело безнадежно и перспективно. Поэтому я тоже, в общем, его тоже не считал ведущим взгляда. И вот тандем Мукусев и Политковский. А остальные, ну, то есть, вот нас с Артемом Боровиком приглашали иногда для решения задач разных. И было еще несколько человек. Но все-таки ведущий взгляд в моем представлении, о чем, в общем, я в книгах пишу, это вот эти пять человек. Захаров, Листьев, Любимов, Мукусев, Политковский. Пять человек все-таки, да? Да, да. Мне кажется, что да. Хотя вели многие. И я, кстати, с удивительной... Я же просил тебя выступить. Да, да, да. Я тоже выступил. Респондент об этой книге. Респондентом, да. Удивительную вещь обнаружил, что для очень многих людей, но более молодых, для них взгляд это проект 90-х годов, который делал Александр Михайлович Любимов с Бодровым, прочим, а взгляд это все-таки, как я себе представляю, это то, что 2 октября 87-го года был первый эфир, и в 90-м это закончилось в декабре, когда программу запретили. То есть для меня взгляд это вот эти три года, хотя много было потом разных реинкарнаций, скажем так.